Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача Камертон о культурных событиях нашего города. В этом выпуске вы увидите. В Уфе восьмой раз прошла хоровая радуга, открытый республиканский фестиваль, конкурс детских хоровых коллективов. Московский ансамбль духовых инструментов Classic Art Ensemble представил уфимским зрителям необычный концерт под названием «Живой ветер». В Академии искусств состоялся первый сольный концерт молодой певицы, исполнительницы русских народных песен Алены Завьяловой. В Уфе открылся уникальный выставочный проект «Сальвадор Дали. Священное послание». В Уфе восьмой раз прошла хоровая радуга, открытый республиканский фестиваль, конкурс детских хоровых коллективов. В этом году программа была посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Этот фестиваль, он уже восьмой по счету. И в истоках этого фестиваля стояло имя Шавката Бекмухаметова, который тогда был председателем хорового общества. И мы были озабочены тем, что действительно дети стали мало петь. Это было большое упущение вообще в постановке детского воспитания в школах. Но вот уже восьмой раз собирается наш фестиваль. Он проводится через каждые годы, через два года циклично. И в этом году участвуют в этом фестивале 65 коллективов. Более двух тысяч детей проходят у нас перед глазами. Конкурс был, фестиваль организован еще в 2001 году. И изначально охватывал только общеобразовательные школы. Далее в 2009 году конкурс стал проводиться под эгидой Уфимской государственной академии искусств. И были включены детские музыкальные школы в программу конкурсных прослушиваний. География конкурса ширится. В этом году к нам приехали не только представители районов и городов нашей республики, но и соседнего Татарстана из города Набережной Челны. Уровень исполнителей из года в год, надо сказать, растет. Хотя картины совершенно, конечно, разные в каждой категории, в каждой номинации. Надо сказать, что в этом году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне мы в обязательную программу включили исполнение песни о Великой Отечественной войне. И вот, обсудив и, скажем так, представить эту картину, то, что более двух тысяч детей исполнят хотя бы одну песню, посвященную этой теме, конечно, нас где-то даже, можно сказать, гордость переполняет, что мы выполняем такую социально даже значимую, может быть, функцию, воспитательную функцию для наших детей. Мы из города Дюртюли приехали на конкурс «Хоровая радуга». Первый раз мы участвуем на таком конкурсе. Надеемся, что дети смогут себя показать. Дети заинтересованы в хоровом творчестве, с удовольствием ходят на хор, с удовольствием посещают занятия хором. И вот они с большим желанием приехали на этот конкурс и надеются на победу. С удовольствием. Мой ребенок вообще из тех детей, которые нравятся именно пение само и, конечно, коллективное творчество прежде всего. Но я вообще считаю, что музыкальное образование в корне дает основу ребенку как воспитание, как, уже не говорю про голосовые связки, речь, общение и вообще, конечно, гармоничное развитие личности. Мне очень нравится петь в хоре, потому что я сама по себе очень люблю петь. И мне нравится туда ходить, потому что это дает мне стимул в жизнь. Да, нам нравится петь в хоре. Город Сильтамак, детская школа номер три. Московский ансамбль духовых инструментов Classic Art Ensemble представил уфимским зрителям необычный концерт под названием «Живой ветер». Ну, конечно, это аллегория. Название само по себе нам кажется красивым. По-английски «Win the life». Конечно, ветер символизирует нас, людей, играющих на духовых инструментах. И жизнь ему придает то, что он рождает музыку. Музыка, которая выходит из нас с этим ветром, это является тем, что мы хотели символизировать таким названием. Во-первых, мы хотели, конечно, чтобы был представлен каждый солист нашего ансамбля в отдельности. Потом задумка самого первого номера при люте, чтобы сблизиться с публикой, со слушателями. Каждый из нас, кто проходит через публику, он фактически знакомится с ней. И они смотрят на нас, они смотрят на наши инструменты. Им становится интересно. Вообще, желание быть ближе к публике и понятнее – это одно из главных наших желаний. Ну, конечно, это задумано как особенность ансамбля. Вообще, наверное, все мы хотим играть на разных инструментах, на многих инструментах, и осваивать другие инструменты, ну, этнические какие-то. Еще хотим барабанчик, чтобы у нас был не только бубен. И у нас есть уже задумки других новых программ. Ну, чтобы максимально программа была разнообразной, и слушателю было интересно, конечно, чтобы больше был охват разных характеров. Ну, в общем, это, наверное, такой синтез тоже некой театральности, театра, музыки. Вот. И у нас есть программы, где даже мы там говорим стихи. То есть тоже мы подключили это, какие-то свои раздумья, цитаты в свои программы. Ну, конечно же, духовик, который уже освоил в совершенстве какой-то один инструмент, ему всегда гораздо проще освоить другой. Но эти инструменты, они требуют особого подхода, и поэтому нам пришлось, в общем-то, поработать. На дудуке я брал уроки у армянского мастера, который, собственно, мне продал этот инструмент. Что-то можно сейчас найти в интернете, какие-то видеокурсы. Ну, в общем, что-то по слуху. То есть это такой эксперимент для нас самих. Ну, начался концерт вообще с инструментов, сделанных нашими руками. Это была такая фантазия для камышовых трубок, которая олицетворяла рождение музыки. Ну, в таком вот, насколько, метафорическом плане. Также звучали армянский дудук, китайский инструмент хулуси, и тинвисел. Это ирландский народный инструмент, такая жестяная флета. У нас в первую очередь привлекло то, что не совсем форматный такой концерт. Духовые инструменты с сочетанием с фортепиано. И сама программа у них, они позиционируют себя, как шум ветра. То есть было интересно посмотреть. Привлекло именно то, что формат не классический, а именно такой модерновый. Что-то интересное привезли в Луфу, как раз из Москвы. Вот, поэтому решил посмотреть, что это из себя представляет. Это вот самая изюминка этого выступления, когда они говорят, откуда произошел музыкальный инструмент или музыкальное направление, и дальше уже играют конкретное произведение. Играет музыка И сказал Бог, и птицы да полетят над землей по тверде небесной. В Луфе открылся уникальный выставочный проект «Сальвадор Дали. Священное послание», представляющий собой масштабную серию графических работ величайшего художника XX века, его иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам. В одном месте показывается сразу 105 работ. Показывается самая масштабная графическая серия «Дали». Показывается необычный «Дали», который неизвестен российскому зрителю. В этом смысле это будет открытие. Ни одной из 105 работ, которые представлены на этой выставке, нет в собрании российских музеев. Все 105 работ прибыли из частного итальянского собрания. Поэтому нам кажется, что мы предоставили жителям Уфы вот такую уникальную возможность. А вот воспользуются ли посетители этой выставки такой возможности, мы узнаем через два месяца. На протяжении всей своей жизни «Дали» так или иначе обращался к библейским сюжетам. Но вот проиллюстрировать Ветхий и Новый Завет произошло по предложению известного итальянского мецената Джузеппе Д'Альберто, когда готовил создание Библии на латинском языке в переводе святого Иеронима. «Дали» принялся с огромным интересом делать эту работу. По всей видимости, потому что для «Дали» это была иллюстрация не сколько библейских сюжетов как таковых, хотя именно это «Дали» иллюстрировала, сколько иллюстрация человеческих судеб, иллюстрация истории человеческого рода, которые описаны в Ветхом и Новом Завете. И в этом смысле, наверное, «Дали» иллюстрирует Библию как величайшее произведение литературы. «Дали» был известным иллюстратором литературных произведений, проиллюстрировав более 20 шедевров мировой литературы. «Дали» при подготовке этой серии использовал самые разные техники, применяя тушь, гуаши, акварель, масло, пастель, карандаш, перо и даже шариковую ручку. Стараюсь сказать вам главный итог, который я для себя вынес, не столько даже сам лично, сколько от посещения зрителями этой выставки за 4 года ее экспонирования. «Дали» очень сложный и противоречивый художник. Далеко не все его воспринимают, ну, скажем так, однозначно. И с этой точки зрения, когда он взялся за иллюстрацию Библии, священного писания, то с этой точки зрения, безусловно, ну, многие, может быть, даже сомневались, что он сможет осилить такую серьезную тему со своей стилистикой сюрреалистической. Но он все равно остается сюрреалистом. Он остается самим собой, но при этом очень тонко и очень аккуратно подходит к трактовке текста в своем творчестве. Поэтому он необычный. Считается, что авторская графика, это, ну, по-разному искусствоведы говорят, там, первые 20 работ, первые 40 работ некоторые считают, это авторская графика. То есть это не просто графика, не просто подлинники, а это еще есть такая категория для искусствоведов понятная авторская. То есть первые экземпляры, первые 20 экземпляров, это однозначно авторская графика. И это действительно именно так, они даже по сертификатам подлинности различаются, даже с точки зрения техники, просто камень, литографический камень, на который художник наносил свой рисунок, он стирается, и поэтому экземпляры более поздние, более высокие номера, они, конечно, становятся хуже, а первые экземпляры, когда еще камень и рисунок не стерт, они более яркие, более качественные. Поэтому с этой точки зрения, то, что мы привезли именно 17 номер, то есть входящий в первую двадцатку, авторская литерапия, это, конечно, более значимо, чем если бы мы привезли какой-то более серьезный номер. А так, конечно, мы долго искали, мы выбирали за рубежом, когда искали эту серию, были разные предложения, но вот остановились на этом. Очень необыкновенно. Это какое-то оставляет впечатление интересное, то есть и визуализация такая. Впечатление отличное. Я знаю, что эта выставка была долгожданной для нашего города. Большой формат, большое количество полотен было представлено. Сегодня рассказали, как эти полотна из Нового Ветхого Завета были сделаны. Действительно, работа феноменальная. Работа сделана с помощью камня. Достойная работа. Абсолютно не жалею, что сходил. И рекомендую всем зрителям обязательно посетить данную выставку, выражая благодарность Центру Суроверного Искусства Облака. Графические работы привлекают внимание новым прочтением Священного Писания и раскрывают уфимскому зрителю неизвестные грани творчества Сальвадора Дали. Выставка продлится до 25 мая в творческом пространстве «Фактуры». В Академии искусств состоялся первый сольный концерт молодой певицы, исполнительницы русских народных песен Алены Завьяловой. С Аленой Завьяловой мы начали сотрудничать в 2007 году, когда составился первый телевизионный конкурс «Уральский самородок». Мне посчастливилось работать там в жюри. И вот на этом конкурсе мы ее, так скажем, и заприметили. И вот это наше сотрудничество, оно наконец-то вылилось в первый такой вот большой сольный концерт. Она, конечно, честно сказать, боялась, упиралась, но мы настояли. Потому что когда-то надо начинать. То есть, ну, участие в концертах это одно, а выходить уже на город, на республику, а может быть и на Россию, уже пора с сольными концертами. Тем более, что репертуар есть, потенциал есть. Очень было сложно решиться. Вообще, честно говоря, он должен был состояться еще два года назад. Но я все откладывала, откладывала до последнего. Хотя репертуар был наработан, то есть это уже в работе эти все песни у меня. И для меня это было очень волнительно. Я очень сильно переживала. И те, кто видел меня за кулисами, перед каждым выходом это знают. Ну, скажу так. Я считаю, что я все-таки выдержала. Это большой концерт, два отделения. Очень сложно. До этого я сдавала экзамены и пела по одному отделению. А тут два. Я очень боялась, что... Ну, сил не хватит у меня. Но нет, все-таки я постаралась сохранить до конца. Всю эту энергетику. Надеюсь, все получилось. Ну, вот саму русскую песню невозможно не любить. В ней очень много мудрости, чистоты, любви. И исполняя народную песню, я испытываю просто непередаваемые эмоции. Мне хочется поделиться с народом, скажем так, о своих каких-то переживаниях через песню. Русская народная музыка вообще, она всегда популярна. И в любом случае молодежь к ней тянется. Для кого-то это становится чем-то необычным. Кому-то просто нравится и близко. Душа лежит, скажем так, к русской музыке. И потом сейчас очень много появляется коллективов, работающих, скажем так, в синтезе. То есть народная музыка и эстрада. Допустим, рок-фолк коллективы, джаз-фолк коллективы. Очень интересные, талантливые ребята. Я тоже хочу с ними поработать в таком направлении. Это потому что интересно, и молодежи это интересно, и молодежь тянется к народному искусству. Я стараюсь донести смысл произведения, вложив в него свои эмоции, которые мне знакомы, о которых я знаю. И люди, которые слушают, у них тоже есть свои определенные, скажем так, воспоминания, свои моменты в жизни, которые как раз отражаются в песне. И то есть каждому становится по-своему близка песня. Хотел на него попасть, и я прям благодарен судьбе, что выдался такой замечательный случай. Поет отлично вообще. Советую, если будут ее концерты в дальнейшем, они обязательно будут. Советую всем идти на этот концерт. Лично мне концерт этот очень понравился. Он изобил его просто прекрасными песнями в народном стиле, то, что сейчас у нас считается редкостью. Мне русская народная песня очень нравится. Я считаю, что это почти забытый жанр в каком-то смысле этого слова, который нужно возрождать, потому что она, можно сказать, осуществляет дух русского народа и очень важна в нашей жизни. Очень красивое выступление, прям не ожидали. И она очень поет, вроде бы. До этого слышали, но не весь репертуар. И поэтому сегодня он был настолько разнообразный, поэтому мы так удивлены, так все красиво. До сих пор в восторге. Да, очень водушевляет. Я, как бы, Алену знаю, с первого класса. У нее голос вот так рос, рост раньше такой детский был, маленький. Сейчас такой раскрылся, вообще так супер поет. Вот мы, ну, давно не было у меня концертов, время получается, все как. Друзья, вредно встречаются. Пришли, так, классный, шикарный концерт. Вообще классный ансамбль, классный. Очень понравилось. На этом передача Камертон подошла к концу Смотрите новые выпуски каждый четверг в 20.30 на канале ЮТВ Настройтесь на правильный тон Будьте в курсе культурных событий нашего города Редактор субтитров А.Семкин